В ноябре все занятия активного долголетия снова перешли в онлайн-формат. Изменения в работе регионального проекта для пожилых людей связаны с введением режима самоизоляции в отношении представителей старшего поколения. Сейчас все активности и мастер-классы еженедельно проводят в прямом эфире социальной сети Instagram и уже пользуются большой популярностью, причем не только среди ревутовчан. Площадка Instagram как раз-таки дает большой шанс тому, что это неограниченное количество участников для принятия участия в мастер-классах, потому что могут принимать участники не только городского округа ревутов, а и жители всего Подмосковья, Москвы и даже других регионов, что позволяет сделать очень большой охват. Как показывает практика, за первые два занятия к нашим мастер-классам подключилось более 100 человек. Стать участником ревутовских онлайн-мастер-классов в рамках проекта «Активное долголетие» довольно просто. Для этого достаточно подписаться на аккаунт центра соцобслуживания «Реутовский» в Instagram и подключиться к прямым эфирам в соответствии с расписанием занятий. Ну, конечно же, занятия онлайн мы не сможем предоставить такие направления, как бассейн, такие направления, как туристические поездки, но уже активно начали внедрять такие занятия, как творчество, стретчинг – это гимнастика, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, танцы и несколько направлений по творчеству. Специалист из Центра социального обслуживания и реабилитации «Реутовский» Светлана Ляни ведет одно из самых популярных у пенсионеров направлений – лепку. Поделки из пластилина, полимерной глины, соленого теста и папье-маше получаются объемными и оригинальными. Ими вполне можно украсить домашний интерьер. А главное, что лепка помогает разбивать фантазию и мышление, а также очень полезна для здоровья. Наши занятия нацелены на активное долголетие. И мы должны с нашими занятиями не только получать удовольствие, но это как творчество со смыслом, для того, чтобы не только получить, я повторяюсь, удовольствие, но и проработать моторику, чтобы были активные наши точечки на ручках, и получить важнейший результат не только бодрости духа, но и другие какие-то терапевтические вещи. Накануне Нового года Светлана Ляни планирует провести онлайн-уроки по созданию пряников, ватных и елочных игрушек. Педагог рассчитывает, что праздничная тематика занятий найдет отклик у многих пенсионеров. О материалах, которые пригодятся на мастер-классе, горожан оповестят заранее. Мы изначально у себя на сайте и в других соцсетях обязательно выкладываем анонсы, в которых мы обязательно проговариваем, что требуется для другого занятия. Это начиная с материалов, и, как правило, мы при этом показываем образец, для того, чтобы заинтересовать, и уже заранее тот или иной человек понимал, что это интересно. В декабре перечень активности проекта планируют расширить. Участникам активного долголетия предложат курсы по компьютерной грамотности и занятия по скандинавской ходьбе на платформе Zoom. Кстати, открытые онлайн-уроки для пенсионеров в Подмосковье ежемесячно проводят и учреждения регионального министерства соцразвития. Причем по самым разным направлениям. Совсем недавно это был урок по английскому языку и фестиваль скандинавской ходьбы. Дарья Галакова, Елизавета Филимонова, Александр Попов, телеканал Реутов.